привет мои дорогие рукодельники и рукодельницы вы на канале рукоделия наслаждение с вами наташа дуек сегодня мы будем продолжать работать над нашим кардиганом мы сегодня будем учиться как нам выполнить шоу для плеча и также как нам продолжать вязать нашу планочку я уже сделала с одной стороны одну половинку вот здесь проходит наш шоу его очень хорошо почти незаметно и вот наша планочка я ее продолжала вязать на спи на спинку и вот здесь я не закрывала петли так как мы будем соединять с паланочкой с другой стороны на прошлый раз мы закрыли наше плечо в три приема и планочку петли мы оставили открытые потому что мы будем продолжать дальше вязать и сейчас нам нужно будет выполнить шоу на плече для того чтобы начать соединять наши детали изделие уже нужно отпарить немножко чтобы края наши они были удобными работать с ними для для того чтобы сшивать и нам нужна иголка такая вот побольше и с нитками с этой же пряжи для начала я прилаживаю детали чтобы они были у меня рядом и я начинаю шить от проема рукава по краю изделия идет такая косичка и мы будем когда шьем захватывать не за косичку вот эту вот а за вот эти вот петелечки надеюсь что вам видно сейчас покажу вот зовут эти петелечки на краю ниточку я не закрепляю я просто вставляю в крайнюю части где буду начинать и оставляю хвостик не закрепленный потому что мы шьем и потом в конце мы можем затянуть нашу чтобы он был максимально близко друг другу плотно и здесь так же самым мы не захватываем край кассе за косичку мы захватываем за петли которая перед краем и начинаем прошивать снова с этой стороны и с этой мы так по очереди идем и мы можем даже особо сильно не не затягивать потому что затянуть мы можем позже когда мы прошили часть шва может вы видели уже этот способ где-то может вы его используете сами это очень легкий и распространенный способ для того чтобы зашивать и чтобы чтобы шов был незаметным можно конечно перевернуть на изнанку и тоже сшить но у меня я раньше так зашивала по изнанке но у меня не получалось так хорошо как с этим швом не выпрыгнула нить продолжаем шить видите я так ниточку свободно оставляю потому что ее можно будет очень легко затянуть потом когда вы прошили уже немного вы можете придержать конец и затянуть и тогда шоу он очень хорошо затягивается друг другу и когда вы отпарите это место я отпариваю тюгом но если у вас есть отпаривать отпариватель вы можете отпарить отпаривателем либо влажную обработку как вы будете обрабатывать ваше изделие когда вы пропарите это место то оно становится нашел становится практически незаметным так я на этом моменте остановлю видео буду дошью наше соединение до конца потом отпарю когда в конце я соединила я натягиваю таким образом за хвостик беру и с этой стороны и затягиваю и затягиваю шоу закрепляю края просто завязываю по краям и прячу кончики отпаривая и потом мы продолжим с вами вывязывать нашу планочку я покажу как я вяжу ее как я ее присоединяю чтобы на спинке у нас так же сама нашла а сейчас дошиваем зашиваем наше плечо до конца кроме этих петель которые открыты их оставляем открыты их не зашиваем и не закрываем итог вот я дошила нас нашел отпарила его и как я вам и говорила он смотрится достаточно хорошо и почти незаметно с этой стороны мы видим это место где идет шоу и вот остаток мои ниточки я их просто прячу в этот шоу и мы здесь видим что у нас вот я оставила небольшой кусочек недовязанной планочки но я могла бы по центру горловины оставить на спинке вот конец горловины я провязала немножко больше и вот кусочек у нас остался который мы будем вязать вместе и потом мы сделаем соединение незаметно и наши планочки чтобы она полностью шла вокруг для того чтобы нам вязать нам нужна спица и нам нужен крючок любой крючок который у вас есть подойдет частная протянуть спицу не круговая спица на другую сторону чтобы спица была с этой стороны где нитка моя рабочая и вязать я буду теми же круговыми спицами которыми я вязала весь свой кардиган и так мы берем и провязываем нашу планочку вот она у нас идет самого начала здесь у меня вот шоу плечевой и мы продолжаем вязать только планочку сейчас так как все остальные петли у нас уже закрыты и здесь немножко . так все первую кромочную мы снимаем дальше вяжем лицевая изнаночная лицевая изнаночная так как у нас планочка была связана резинкой один на один одна лицевая 1 изнаночная и у меня здесь 12 петель от планочки плюс 1 изнаночная вот крайне провязала последнюю петлю нить рабочие у меня как раз находится возле спинки орловины спинки теперь я беру крючок и подцепляю здесь по краю у нас идет косичка края и вот за две части косички я захватываю и протягиваю рабочую петлю сюда протянула получается петелечка и потом я снимаю последнюю петлю со спицы и протягиваю ее в новообразовавшуюся петлю постараюсь чтобы было видно вот этот последнюю петелечку захватываю крючком снимаю и протягиваю через вново образовавшуюся петлю и возвращаю на спицу и так последняя наша петля на вязание мы ее продели через вново образовавшуюся петлю и теперь затягиваем разворачиваем вязание наше на изнаночную сторону и вяжем вот эту последнюю петелечку которая сейчас у нас первое которому протянули уже я ее не провязываю в обратном в обратном ряду я ее снимаю и дальше я вяжу по рисунку как у меня идет резиночка я так и вывязываю по рисунку обычным образом до и обратно теперь снова мы на лицевом ряду возвращаемся к горловине к там где мы горловину могут это присоединяем к горловине спинки таким образом у нас получается планочка присоединенная без шва потому что мы вяжем и сразу же ее присоединяем сейчас мы снова будем протягивать вытягивать со следующей петли протягивать рабочую нить потом мы снимем последнюю петельку со спицы и мы протягиваем ее в образовавшуюся петлю нашу новую и возвращаем назад на спицу и сейчас мы будем снова провязывать изнаночный ряд первую петлю я не провязываю я ее снимаю и дальше вяжу по рисунку до конца ряда у меня остается здесь уже буквально два ряда до того как ряды соединяется я сейчас еще раз покажу как я протягиваю то есть вводите за две половинки косички захватываете рабочую нить протягиваете снимаете последнюю петелечку протягиваете через вновь получившуюся петелечку и возвращаете рабочую нить назад эту крайнюю петлю не провязываем а дальше вяжем по рисунку идем в сторону края потом у нас останется еще один раз вернуться и сделать захват петли присоединения планочки горловине сейчас если видно вам они уже почти встретились одна петелечка осталось от косички которую мы должны еще прикрепить чтобы не было никакой дырочки ничего и после этого мы уже сможем соединять планочку вот у нас две последние петелечки средний изнаночной провязываем и последний раз мы захватываем и присоединяем вытягиваем там последнюю петелечку снимаем продеваем ее в новообразовавшуюся возвращаем эту петелечку подтягиваем и нам осталось провязать сейчас один изнаночный ряд и когда мы дойдем к краю это будет уже последний ряд вязания нашей планочки вот мы и довязали и вот наше плечо здесь планочка у меня отпаренная этот кусочек еще не отпаренный эта сторона уже отпаренная видите здесь практически незаметно присоединение почти и с изнанки тоже очень хорошо смотрится здесь еще нет парень маленький кусочек но это мы сможем отпарить потом сейчас я разложу удобно свой кардиган переверну чтобы нам было уже удобно зашивать край вот наша спинка идет наша планочка соединение встреча их не здесь и с этой стороны я ниточку уже отрезала оставила небольшой кусочек вот небольшой кусочек оставила которым я буду зашивать и здесь нить более длинная но ее тоже можно обрезать и завязать потом в конце сейчас я возьму тоже такую булавочку даже вот эту поменьше возьму и переодену туда свои петли потому что мне так будет удобней эти спицы они достаточно крупные и они мне здесь мешают для того чтобы зашивать я край буду зашивать оставшиеся ниточкой и если все удастся как я планирую то шва по идее не должно быть видно здесь я обрежу оставлю немножко длинную чтобы можно было спрятать ее после того когда я завяжу перри возьму иголку опять же свою более толстенькую плотненькую такую и заправлю сюда свою нить которая осталась от планочки когда я вязала и и сейчас мы сможем начинать зашивать и так мы начинаем зашивать мы вводим вообще здесь можно оставить петли свободное просто чтобы их не потерять то я их оставляю вот и мы край вводим вводим в первую петельку протягиваем и вводим в первую петельку с этой стороны потом возвращаем только мы уже захватываем снова эту же первую петлю только нам нужно захватить за вторую часть мы как бы создаем еще один ряд как бы как будто бы мы провязываем чтобы не видно было что мы зашиваем снова во вторую петлю сейчас мы идем хочет вокруг булавочки мои обкручиваться и тут тоже мы захватываем вторую петелечку возвращаемся берем ту же вторую петелечку только уже за заднюю за заднюю часть и вытягиваем снова возвращаемся и с этой стороны справа и снова ту же самую петелечку только уже за заднюю захватываем то есть мы шьем и берем переднюю стеночку заднюю стеночку сейчас мы берем третью петлю с этой стороны с левой за переднюю стеночку и возвращаемся и с этой стороны мы уже захватываем следующую петлю за переднюю часть и снова за заднюю петелечку часть и эту берем тоже за заднюю петельку петельку и возвращаем таким образом у нас получается такие провязанные петли как будто бы вы не зашивали но вязали следующий захватываем за переднюю часть и здесь следующую петлю за переднюю часть возвращаемся и берем за заднюю часть и с этой спицы тоже за заднюю захватываем когда я вытащу эти мои булавочки то будет очень хорошо видно результат просто сейчас может вам уже видно здесь петелечки как будто бы мы провязали снова захватываем за переднюю она мне немножко затянутая будет сложнее но вот и подхватила и протягиваю и с с этой стороны тоже пробую захватит вот за переднюю часть возвращаясь ту же петелечку за заднюю стеночку пробую захватить и с этой стороны уже ту петельку которую я захватал тоже пробую захватить за заднюю часть и протянуть иголочку с вот и таким образом продолжаем шить до конца ряда каждую петельку сначала за верхнюю верхнюю и потом за нижнюю и за нижнюю часть и потом новую петелечку и так шьем до конца ряда и так я дошила до конца ряда наше соединение и вот смотрите как она смотрится сейчас я достану очень важно когда вы шьете чтобы посмотреть чтобы каждую эту петлю подхватить и прошить потому что если вы какую-то не прошьете то она распустится так вот я вытаскиваю наши петелечки и вот наше соединение единственное что мне нужно будет край этот еще завязать и спрятать и здесь вот мой край него тоже нужно будет протянуть наизнанку вот так получается сейчас нужно спрятать край с этой стороны я его спрячу вовнутрь сюда и потом когда мы отпарим то уже абсолютно не будет видно нашего соединения представим что я его туда запрятала и сейчас можно будет даже отпарить то есть он станет мягкая и спрячется и разровняется сейчас у меня утюг прогреется и можно будет сразу же пропарить и показать как это будет смотреться как этот вот как такая горбик маленький как он уйдет и его не станет когда мы это раз пропарим пропарите немножко натягиваем становится похоже на наше остальное часть вот так это хвостик запрячется этот хвостик я тоже уберу и наш кардиган будет готов сейчас я разложу покажу как он смотрится наши плечики вот так получается так сегодня мы с вами рассмотрели выучили как присоединять планочку к задней части и как это сделать чтобы здесь все шло цельно и хорошо следующим нашим этапом будет вывязывание рукавов рукава я буду вязать отдельно и потом пришивать по бокам сначала думала начать вязать как без шва сразу отсюда во оборотными рядами и потом вниз и тяну я думаю что наверно буду вязать отдельно рукава и потом их сошью и вошью сюда но рукава буду вязать по кругу но все покажу в следующем нашем следующей нашей части всем пока желаю успеха вывязывания вашего кардигана если что-то непонятно спрашивайте попытаюсь объяснить вот так всем пока